13.05 на часах и в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Топузлиева. И мой сегодняшний гость – заместитель секретаря общественной палаты, президент адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина. Марина Николаевна, здравствуйте. Добрый день. Нас можно слышать на частоте 101.0, онлайн-трансляция эфира, а также видеотрансляция из нашей студии идет на сайте echokirova.ru. Номер для ваших смс – 8909 720 101.0. Вопросы также можно задавать через форму анонсов на сайте echokirova.ru. Марина Николаевна, на прошлой неделе стартовала процедура выбора секретаря общественной палаты 3-го созыва. Мы должны были создать оргкомитет, который будет заниматься сбором предложений от кандидатов. Началась ли уже эта работа? Работа началась, конечно, оргкомитет создан. Единственное, что первое заседание я пропустила, потому что у нас состоялось 16-го числа. Я в это время была на заседании Совета Федеральной палаты адвокатов. Основная работа превыше всего, поэтому пришлось пропустить. Но работа эта началась и ведется. В принципе, я поговорила с аппаратом на сегодняшний день. Предложения уже есть. А если не секрет, от кого предложения? Ну, предложения от члена общественной палаты. Поэтому я пока не могу озвучить, потому что это, в общем-то, еще информация собирается. Очередное заседание у нас будет 5-го октября. И будет, наверное, не совсем корректно, если будем говорить еще о том, что не свершилось, по сути. Но это пока кто-то один кандидат или уже можно говорить о том? Нет, два кандидата есть. То есть альтернатива уже есть. Поэтому в этом плане волноваться, что у нас не будут альтернативы и будут как бы выборы одного лица. Этого не будет уже однозначно. А по прошлому году не помните, там, велика ли конкуренция была на это место? Ну, по прошлому году, насколько я помню, у нас был, наверное, кандидатов 5 или 7, сейчас точно уже не помню. Но в конечном итоге у нас в бюллетень для голосования было внесено 2 кандидатуры. Потому что там самоотводы были, снимали свои кандидатуры тех, кого предлагали члены общественной палаты. Поэтому там ведь тоже это непринудительная должность. То есть если согласие добровольно тот кандидат, которого выдвигают коллеги, не дает, то там однозначно кандидатура снимается с голосования. А, то есть его сначала выдвигают коллеги или он сначала сам изъявляет? Нет, у нас в принципе допускается, что выдвигаются, так сказать, коллегами твоими, вносится предложение о кандидатурах, либо это самовыдвижение. Но самовыдвижение бывает очень нечасто. А почему? Ну, не знаю. Но люди стесняются сами выдвигаться или с чем это может быть связано? Честно говоря, я как-то сама не очень, это мое мнение, не очень хорошо отношусь к самовыдвиженцам. Поэтому может быть вот этот какой-то такой факт, что как-то не совсем прилично, что ли, самому себя предлагать. Ага, ну то есть все-таки какой-то момент скромности. Ну да, тормоз какой. Ну это мое мнение, поэтому я не думаю, что все этим связаны. Есть у нас те, кто к лидерству стремится и кому хочется быть. Поэтому, может быть, и будут самовыдвиженцы, пока вот их нет. Ну а так, судя по настроениям в нынешнем, ну еще не в нынешнем созыве, но из тех, кого уже выбрали, то есть пойдут люди или пойдут? Ну сейчас, по сути, уже состав-то все определен, потому что и губернаторский список, и ЗАГС собрания, и у нас уже мы доизбрали те 24, которые избираются вместе с губернаторским. Ну да, то есть состав полностью упрессован. Да, состав полотопритяжен уже, да. И по настроениям-то как? Пойдут люди, не пойдут? Может быть, кто-то, вы знаете, что хочет, но еще сомневается? Не знаю, честно говоря, по этому поводу, пока вот особо времени-то не было об этом подумать, но до 5 октября предложения эти принимаются, поэтому если кто-то захочет, то он еще успеет. Но вот, судя по выборам кандидатов от общественных объединений организаций, в последний момент понесли документы, потому что даже вынуждены были призывать на пленарке, чтобы активно поработать с теми общественными организациями, которые мы знаем, и которые хотели бы видеть в составе общественной палаты, потому что 8 кандидатов всего было. И вот буквально в последние дни, там до 22-го у нас объявлен был прием документа, вот в последние дни как раз все и появились. И в конечном итоге у нас уже было 64 кандидата на эти 24 места. Ну, то есть, возможно, по самым... Для общественной палаты, в общем-то, я говорила о том, что у меня общественных нагрузок очень много, поэтому если рассматривать вопрос о том, чтобы стать секретарем, это надо будет отказываться от чести других общественных нагрузок, потому что надо работать качественно. Я знаю, с учетом того, насколько Андрей Леонидович высоко поднял планку параду вот второго созыва в последний год, который он работал, да, и возглавлял вот этот год он. Поэтому планку опускать ниже не хочется, а для того, чтобы держать на этом же уровне, это надо прилагать очень много усилий и очень много отдавать времени именно работе в общественной палате. Ну, то есть, вы, вероятнее всего, откажетесь даже. Я вероятнее всего, да. Есть у нас молодые люди, которые очень энергичны, и я считаю, что палату должен все-таки возглавлять мужчина. Ну, если сочтут необходимым и возможным оставить меня в качестве зама, я, в общем-то, с этой должностью соглашусь. Насколько смогу, буду помогать. Ну, Андрей Усенко тоже сослался на занятость, поэтому... Ну, да, у него там, видите, тоже невозможно. Это человек, который тоже привык либо работать хорошо, либо не работать, да. Поэтому вот он сделал для себя выбор. Ну, понятно, что, в общем-то, есть еще жизненные обязательства, есть семья, есть дети, перед которыми тоже надо в том числе материально их обеспечивать, а здесь ведь работа на общественных началах. А сочетать то, чем он сейчас занимается по своей основной и секретаря общественной палаты, это тоже нереально просто. А из тех, кого уже выбрали вот в новом созыве, возможно, вы кого-то видите как секретаря палаты? Возможно, вы выйдете с предложением по какому-то кандидату? Ну, честно говоря, я пока особо не думала, кого предложить. Есть у меня, конечно, несколько человек, но это просто надо еще с ними разговаривать, дадут ли они свое согласие, потому что чисто выдвигать для того, чтобы у нас было количество, и потом знать о том, что человек не будет и откажется. Мы, конечно, все очень хотели, чтобы Николай Александрович Ефремов вошел в состав третьего созыва, и мы все видели его в качестве секретаря, поэтому долго его убеждали, но в конечном итоге убедить не смогли, он сказал, что он уже все свое сделал и будет нам помогать. Видела бы я, конечно, Френкеля в качестве секретаря, но тоже мы с ним уже разговаривали, он сказал, что у него уже возраст не тот, но я думаю, про мужчину можно в серьезные причины. Да, поэтому, ну, он, в принципе, он очень много делает для общественной палаты, очень много активно работает, поэтому, если он останется тоже в качестве заместителя, я думаю, что палата от этого не потеряет и только выиграет. Конечно, если бы он согласился стать секретарем, это было бы замечательно, потому что у него опыт работы колоссальный, в общем-то, и взгляды на жизнь правильные, поэтому вот. А из молодежи, из тех, кто, вот вы говорите, активен, возможно, кто-то из них может занять этот пост? Ну, из молодежи тоже, вот я, на мой взгляд, Гусейнов у нас, в общем-то, такой молодой человек, который активный и стремится, в общем-то, участвовать, насколько сил физически хватает во всех мероприятиях, и поддерживает инициативы, и рабочую группу создал, возглавляет ее, работает активно, поэтому вот, как бы, один из кандидатов. Ну, есть у нас Олег Ткачев, который тоже, в общем-то, очень много делает, особенно для проведения наших гражданских форумов ежегодных. Ну, то есть, в принципе, выбрать здесь? В принципе, есть из кого выбрать. Единственное, что вот, насколько физических сил хватит сочетать свою основную работу с работой вот в качестве секретаря общественной палаты, потому что это очень много времени отнимает. А если говорить не о конкретных людях, а о качествах, которыми этот человек должен обладать, то есть, кто должен возглавить общественную палату, чтобы максимально продуктивно работала организация? Ну, во-первых, этот человек должен быть принципиальным, справедливым, и, я бы сказала, дипломатом. Потому что, поскольку мы, общественная палата, призваны, как бы, доводить интересы и чаяния общества до власти, поэтому здесь нужно иметь элемент какой-то тактики и дипломатии. Не просто там с шашкой на голову махать там и кричать о чем-то, а уметь правильно построить диалог и с ЗАГС собранием, и с правительством Кировской области, чтобы нас просто услышали и поняли, в чем, допустим, общество на сегодняшний день нуждается, в чем ему нужно помочь. Вот к вопросу о законодательном собрании, ну и, наверное, если в целом подводить итог работы второго созыва, удалось ли вашему созыву выстроить вот этот конструктивный диалог между общественной палатой и правительством области, между общественной палатой и законодательным собранием? Я думаю, что да. И во многом это, в общем-то, благодаря Андрею Леонидовичу Усенко. Нам, конечно, всем очень жаль, что он у нас не согласился и не вошел в третий созыв, потому что, в принципе, мы, в общем-то, уже сработались и поняли, что с ним считаются и органы власти, и ЗАГС собрания, и правительство Кировской области. То есть он умеет выстраивать диалог, его слышат. Даже вот я не устаю приводить пример, когда хотели внести на ЗАГС собрание в двух слушаниях сразу законопроект провести в плане изменений закон общественной палаты Кировской области, который нас непосредственно касается и который, по сути, с нами не согласовывался и не обсуждался. А там что за изменения были, напомните? Ну, там вот и по структуре формирования общественной палаты. По количеству человек? Ну да, там у нас 50 было до этого, и процедура избрания была другая. Там был губернаторский список 25, и 25 уже выбирали губернаторский список от общественных объединений. И когда вопрос коснулся изменения структуры, каким образом будет формироваться новый состав общественной палаты, в общем-то, это как-то мимо нас прошло. И когда все-таки Андрей Леонидович на заседании ЗАГС собрания выступил и сказал, что так-то вообще-то нельзя, в общем-то, его услышали. Законопроект был отложен, нам дали возможность высказать свое мнение, пообсуждать, и, в принципе, нас услышали. И поэтому вот то, что на сегодняшний день есть в законе об общественной палате Кировской области, это, в общем-то, и благодаря тому, что поработала сама общественная палата. А еще какие-то из нынешнего созыва плюсы, наработки можно будет взять в следующий, чтобы это применять и совершенствовать? То есть, что еще хорошего удалось сделать за эти годы работы? Ну, я вот думаю, конечно, лучше бы это с Андреем Леонидовичем обсудить, поскольку он на руля стоял, и он больше как бы знает, потому что я могу говорить о работе, по сути, вот тех комиссий, в которых я участвовала, и о наших пленарных заседаниях. Он, в принципе, знает о работе всех комиссий. Ну, вы, тем не менее, вы, можно сказать, рядовой. Ну, да, насколько я знаю, что, в общем-то, и это его мнение, что хорошо работает у нас комиссия по общественной экспертизе. Это одно из направлений деятельности общественной палаты Кировской области, это общественная экспертиза законопроектов, которые принимаются у нас в области. Вот, и здесь, в этом плане, конечно, она у нас и в первом созыве эта работа велась, то есть она у нас совершенствуется и совершенствуется, потому что наработки определенные уже появляются, и нам уже как-то проще. Вот я эту комиссию второй созывы возглавляю, по сути, и члены у нас, в принципе, костяк остался, слава Богу, кто был. Я надеюсь, что они и в третьем созыве войдут в нашу комиссию, будут продолжать работать. Поэтому здесь говорить вот о достижениях, которые были вторым созывом достигнуты, но это даже от таких мелочей, когда из нашей прогорода хотели убрать программу, которая является бесплатной, в общем-то, для жителей Кировской области. То есть, поэтому поудуквально решались. Да, некоторые каналы там, исчезла программа, не стали ее публиковать. Обращались в общественную палату, ну это мелочь, конечно, но тем не менее, когда общественная палата обратилась, в общем-то, это было исправлено, и программы публикуются сейчас в том объеме, в каком хотелось бы жить. Я, собственно, почему спрашиваю у людей, тем не смотря на то, что уже отработал первый созыв, второй созыв, все равно возникает вопрос, о чем занимается общественная палата. А практически всем, вот с чем обращаются, насколько мы можем помогать, если мы не можем, то мы обращаемся к тем компетентным структурам, которые эти вопросы решают, это у нас стоит на контроле. То есть, пока там этот вопрос каким-то образом не разрешится, и нам не дадут ответ, в общем-то, этот вопрос на контроле. Но самое большое достижение, наверное, нашей общественной палаты второго созыва, это то, что все-таки смогли отстоять на федеральном уровне пособия на детей. Когда речь шла о том, чтобы пособия оплатить только тем, ну, по рождению ребенка, и убрать усыновленных усыновителей, в общем-то, получалось, что социальная несправедливость. Неправедливость, да, мало того, что человек рискует, когда он принимает решение о том, чтобы усыновить чужого ребенка, неизвестно там, какие гены, да, и чья кровь, да, взять в семью, и что там, вернее, кто потом в конечном итоге вырастет. То здесь еще и получалось так, что государство прекратит ему платить пособия. Этот, в общем-то, вопрос поднимался на уровне общественной палаты Российской Федерации. Андрей Леонидович туда обращался с письмом от общественной палаты Кировской области. А вот вы инициировали и вышли на федеральный уровень? Да, мы инициировали, вышли на федеральный уровень, и это, в общем-то, в принципе, было услышано, довели до Владимира Владимировича Путина, и он, слава Богу, отнесся к этому вопросу с пониманием, дал задание внимательно отнестись. В итоге, в общем-то, в законопроекте все нормально. Усыновители и усыновленные остались. А если говорить об ошибках, о минусах работы? Ну, как таковых, не знаю, мне сложно говорить, что ошибки минусы, но, может быть, где-то что-то хотелось бы сделать в большем объеме, просто не хватает времени, физических сил на какие-то дополнительные мероприятия. А так ведь вот в плане того, что у нас и круглые столы, и более высокий уровень стали носить, и дискуссионные клубы, и сам гражданский форум, который, в общем-то, начинался у нас, по-моему, говорить так, в пределах области практически, на сегодняшний день это уже у нас, в нем всегда участвуют многие регионы. Приезжают, делятся своим опытом, и площадок стало больше, и тем подниматься стало больше, и качество, в общем-то, подготовки этих площадок выше намного. Но, тем не менее, Андрей Леонидович частенько, периодически жаловался на то, что не все члены общественной палаты, возможно, достаточно активны, достаточно работают, посещают. Ну да, поэтому мы ведь придумали этот рейтинг, да, и все, потому что у нас действительно проблема, это была, я думаю, что она у нас в третьем созыве не исчезнет. Хотелось бы, конечно, верить, что не будет, но я думаю, что она все равно сохранится, потому что вроде бы, может быть, не совсем всегда рассчитывают и оценивают реально свои силы и возможности, насколько смогут реально потом работать, потому что многие ведь не представляют, что такое работа в общественной палате. Это кажется почетно, да, если там тебя губернатор в свой список включил, или ЗАГСобрание тебе доверило там представлять интересы общества в общественной палате, либо там от общественных организаций, раз тебя все-таки избрали и предложили работать, значит, тебя в области знают, чем-то ты занимаешься, какие-то твои дела уже оценили. Но реально, что это столько времени уносит и физических сил, и что это надо оторваться от основной работы, и что это где-то надо и себе отказать во сне, потому что это надо посидеть вечерком, потому что в течение рабочего дня не успеваешь и устаешь, иногда хочется плюнуть и на все махнуть рукой. Поэтому я думаю, просто многие не совсем оценивают вот свои силы. Мне кажется, для некоторых это заканчивается на этапе, что их выбрали. Цель достигнута, а о том, что еще нужно будет где-то работать. Вы знаете, у нас, наверное, единица про то говорит, что цель достигнута. Основная масса все-таки старается работать и работает. Но, конечно, те, кто у нас из области, из дальних районов, там, конечно, проблема еще в плане того, что не на все мероприятия не могут приехать. А насколько вообще целесообразно приглашать людей из районов? Да, конечно, там, возможно, у кого-то огромный опыт, но насколько этот опыт в итоге пригодился? Ну, вот по большому счету у нас, кто работал во втором созыве, вот и в первом созыве, причем из дальних районов, они всегда активно участвовали и, в общем-то, приезжали. У нас могли пропустить кировчане заседания. Ну, то есть нельзя сказать, что претензии конкретно к ним? Нет, нельзя сказать, что это чисто касается там дальних районов или вообще районов. Но, тем не менее, проблема все равно в третий созыв, вероятность, его перекочует. Ну, вот в плане активности может быть. А кроме рейтинга, возможно, что-то еще можно придумать? Ну, вот я вообще считаю, что никаких рейтингов, ничего этого не должно быть, потому что, по идее-то, все равно ведь идут активисты-общественники, они ведь понимают, зачем. Да, сами осознанно понимают, на что идут. И поэтому каким-то образом там их тормошить, подстегивать, еще каким-то образом заставлять. Я тоже говорю всегда, если вы поняли, что вы не можете, вы выйдете. У нас ведь не крепостное право, у нас существует система довыборов. Не надо место чужое занимать. Если это не твое, и ты не можешь и не справляешься, у нас, вот судя по тому, когда у нас освобождалось место, семь человек претендовали на это освободившееся место. То есть есть желающие поработать в общественной палате, так пусть они попробуют свои силы, они, может быть, будут активными. Главное, чтобы это не растягивалось на весь созыв, чтобы кто-то пробует свои силы. Ну да. А тогда как вы оцениваете лично свою работу в этом созыве? Я понимаю, что это сложно. Сложно самому себя оценить. Да, сложно, конечно, себя оценить, поэтому лучше, конечно, пусть коллеги считают, насколько я тут поработала и насколько хорошо или плохо. Но судя по тому, что все-таки в третий созыв меня пригласили, я думаю, что все-таки работа есть. Я, конечно, сама понимаю, что хотелось бы больше делать, но реально, поскольку есть еще и свои организации, в которых тоже надо работать, и есть еще другие общественные организации, в которых я тоже принимаю участие, поэтому вот все то, что я хотела бы сделать, еще не совсем получилось. Но я надеюсь, что у нас еще есть третий созыв, и что мы все-таки сделаем. У меня, конечно, большая мечта провести такой большой форум в плане бесплатной юридической помощи на территории Кировской области, и эта задумка была у нас вот с Бережицким, к сожалению, Сергей Петрович уехал, это областная прокуратура, наш прокурор области был. Мы хотели провести такое мероприятие, либо как научно-практическую конференцию, либо большой такой круглый стол, но, скорее всего, научно-практическую, потому что хотелось пригласить и другие регионы, и, в общем-то, всех, кто участвует в оказании бесплатной юридической помощи, и ее-то вот как один из, одну из площадок рассматривать, то есть там вопросы можно и другие поднять в плане оказания вообще юридической помощи на территории области. Хотелось бы пригласить другие регионы, то есть есть с кем пообщаться. А цель-то вот этой научно-практической конференции, она... Обмен опытом. То есть как оказывать эту бесплатную юридическую помощь? Да, есть наработки в разных регионах, совершенно разные, но вот такого опыта, как у нас, у нас практически, ну, не буду скромничать, и я думаю, что не солгой, если скажу, что 90% бесплатной юридической помощи оказывается адвокатской оплатой Кировской области. В других регионах этого нет, поэтому вот хотелось бы послушать, кто, где и как. Знаю, что в Кировской крае адвокатская оплата вообще не участвует в оказании бесплатной юридической помощи, они посчитали, что это ниже их достоинства, что там мало оплачивают из областного бюджета, и они, в общем-то, отказались участвовать. Там Госюрбюро. Ну, можно считать, что вот эта конференция, это зарубка у вас на будущее, что вы постараетесь это все же осуществить? Ну, у нас эта задумка-то все равно есть, и я думаю, сейчас вот прокурор области сменился, я, к сожалению, пока с ним не знакома, я думаю, что мы эти вопросы порешаем все равно у нас. Либо мы в рамках гражданского форума это проведем, потому что как одну из площадок мы все-таки думаем по бесплатной юридической помощи провести на гражданском форуме, который в октябре будет. И если получится к этому времени с областной прокуратурой там согласовать свои действия, то, возможно, мы вот на одной из площадок проведем вот то, что задумано. А напомните гражданский форум у нас следующий, когда? По датам точно не скажу, но хотели приурочить. У нас 25 октября заканчивается срок полномочий второго созыва и начинает срок полномочий третьего созыва. И мы поэтому хотели вот на этой границе, на стыке как бы передать новому составу, так сказать, эстафету, чтобы они поддержали то хорошее, что у нас есть, посмотрели, как надо организовывать этот форум. Ага, возможно, есть еще какие-то планы на третий созыв? Либо лично у вас, либо с коллегами что-то не делаете? Конечно, там очень много предложений. Сейчас каждая комиссия работает над предложением, какую площадку они там организуют, о чем будут разговаривать. Но это однозначно, экологи будут поднимать вопросы, потому что экологических вопросов у нас очень много. И комиссия эта у нас работает очень активно. Они часто проводят вот выездные заседания на места, допустим, вот мы даже пленарка у нас будет 24 сентября, в Мородыково мы поедем. Поэтому в этом плане-то экологи и тематика по экологии как раз у нас комиссия ставит вопросы. Ну то есть, в принципе, можно сказать, что все те вопросы, которыми занимался второй созыв, они все равно плавно перетекают в третий. Ну я надеюсь, по крайней мере, то хорошее и те наработки, которые у нас уже есть, опыт работы там с законопроектами, опыт работы с правительством, что это, в общем-то, будет принято третьим созывом. Не будем тогда начинать новую тему, уйдем на короткую рекламу. Мы возвращаемся в эфир в студии Дарьи Тепузлеевой и мой гость, заместитель секретаря общественной палаты Кировской области, президент адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина. Марина Николаевна, на прошлой неделе на домах кировчан появились объявления от Кировской теплоснабжающей компании о том, что из-за долгов их дом не готов к началу отопительного сезона. Люди, разумеется, запаниковали. Прокуратура и администрация уже объяснили, что отопление в домах включат все равно, невзирая ни на какие долги. В Центр общественного контроля ЖКХ, который работает при общественной палате, обращались уже с такими жалобами? Ну, конкретно по жалобам КТК нет, но по вообще вопросам жилищно-коммунального хозяйства обращений очень много. Девочки вот готовят как раз в пленарке доклад у нас аппарат по контролю ЖКХ. У нас, если 15-й год посмотреть, то у нас было реально 266 обращений по горячей линии, это по состоянию на 17 сентября этого года, и 227 обращений вообще письменных было. То есть в общей службе, что насти 493 обращения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства поступило в общественную палату Кировской области. Здесь, в общем, вопросы самые разнообразные. Это и правильность начисления платы абонентской, и правильность, значит, отчислений на капремонт, вопросы капремонта самого. Мы выезжали с Центром общественного контроля, смотрели, каким образом ремонтируются дома, насколько там все делается качественно и правильно. Как, кстати, оценили работу? Честно говоря, не хочется озвучивать это на всю область, потому что, в общем-то, не совсем это, на мой взгляд, красиво. Ну, дом, который мы смотрели, реально, мы ездили в Уречевский район, это вообще 59-го года постройки деревянное строение. Причем оно не изначально там строилось, его перенесли еще откуда-то туда в 59-м году. То есть там еще неизвестно, сколько оно эксплуатировалось. Этот дом капитально ремонтируется? Этот дом капитально ремонтируется. Хотя реально, если брать процент износа, который по закону на деревянные дома предусмотрен, это 3% в год. То есть на сегодняшний день, грубо говоря, дом имеет процент 168 износа. А у нас деревянные дома, если больше 70% износа, то они уже ветхие и непригодные для проживания. То есть, по сути, этот дом должен был быть признан непригодным для проживания, и людей должны были расселять из этого дома, а не капитально его ремонтировать. Потому что реально там нечего ремонтировать капитально, там уже все износилось. На самом деле домов-то сейчас ремонтируется не так и много, вот вы посетили только один? Ну, мы вот просто посмотрели начало ремонта, когда они по срокам там начали ремонтировать, там они реально только крышу ремонтировали капитально, крыша течет. И там миллион, сейчас точную цифру не помню, но миллион с небольшим был выделен на капитальный ремонт этого дома. Им хватило реально на крышу и на покраску фасада. Да. Но жители, поскольку они понимали, что там... Извините, ужевать нечего. Но там получилось так, что почему-то не вина ли это администрации местной, что не довели до жителей, проживающих в этом доме, о том, что у них будет, что именно ремонтироваться. Потому что, в принципе, должно быть согласие жильцов на то, что в первую очередь им необходимо отремонтировать в этом доме. Но здесь вот оказалась ситуация, что они не знали, и не были готовы, когда этот ремонт начался, у них ремонтировали крышу. Больше денег от ремонта фасада они отказались, потому что, представьте, там все облупилось некачественно, и ну и что, краской покроют, и толку-то ведь никакого. То есть от ремонта фасада они уже успели отказаться? От ремонта фасада они отказались, и вместо ремонта фасада должны были постоять в подъезд двери нормальные, потому что там, ну это без слез смотреть невозможно. А вы куда-то, возможно, уже сообщили о том, что так-то не делается? Ну, это у нас Сергей Николаевич Улитин возглавляет Центр общественного контроля. Думаю, что там меры приняты, потому что, ну и по качеству там были, в общем-то, вопросы и замечания. Комиссия выезжала, смотрела. У нас же не только члены общественной палаты в эту группу входят, рабочую по общественному контролю. У нас есть общественники, которые принимают активное участие. Вот мы туда выезжали, смотрели. Вопрос возник сразу еще на стадии, когда мы первый раз туда выезжали, качественный материал привезли для того, чтобы ремонтировать эту крышу. Вопрос по доскам там возникал, того ли они качества, которые заявлены в СМИТе. Ну, вообще, по большому счету, конечно, жильцам бы дома сброситься на экспертизу, провести экспертизу, что дом вообще не подвяжет. Да, я понимаю, конечно, что проблемы в области, что у нас нет фонда, куда можно расселять и выселять. У нас нет жилья свободного. Но, в принципе, и жить в таком жиле тоже невозможно. И вот сейчас с тем цифрам, по жалобам, которые вы озвучили, между тем, вот городская администрация, тут буквально на днях, они вывесили у себя итоги независимой оценки. Но я так понимаю, это был какой-то опрос среди жителей города. И опросы это показывают, что 85% кировчан услугами жилищно-коммунальными, они довольны. То есть, на ваш взгляд, это реальная цифра? Ну, знаете, цифра... Даже исходя из того опыта, который есть у вас. Цифра-то, она, может, и реальная, в зависимости от того, где они проводили опрос. Если, допустим, взять наш дом, который находится в центре города Кирова, 2009 года по стройке мы в него въехали, это горько 17, да, или им подобные дома, которые только застроены, конечно, мы будем довольны услугами ЖКХ, потому что у нас все замечательно, у нас еще ничего не течет, не ломается, и все еще в надлежащем состоянии вышло новое. А если проводили бы опросы вот в таких вот домах, где, извините, на грани, то ли он ветхий и непригоден для проживания, то ли его все-таки капитально ремонтировать, то я не думаю, что там жители были бы довольны ремонтом. Потом, сколько, смотрю, вот про город, Но это вопрос выборки уже. Конечно, конечно. Насколько вот респонденты были выбраны в том месте, да я думаю, что выбраны были там, где нужна администрация, поэтому такая цифра. Я не думаю, что у нас 85% жителей города довольны тем, как у нас работает сфера ЖКХ. Потому что, насколько я знаю, основная масса претензий идет именно по сфере ЖКХ. Ну, то есть, получается, это только те жалобы, вот те цифры, которые Вы озвучили, там по несколько сотен, это только то, что поступает к Вам? Да, в общественную палату. Но к нам уже, это знаете, чаще всего бывает, это уже крик души. Когда люди обратились, да, и в управляющую компанию пытались там разобраться, еще куда-то обращались, и когда уже никто не помог, тогда они еще пытаются обратиться в общественную палату, чтобы мы достучались и докричались, и донести их проблемы. А удается достучаться и докричаться? То есть, есть какое-то... Ну, я не могу сказать, что прям всегда замечательно, но, по крайней мере, стараемся. Потому что у нас вот от инвалидов поступают обращения там, в том числе и по вопросам жилья. У нас, в частности, вот я думаю, что можно озвучить. Есть такой инвалид, который проживает на милицейской 45, и квартира 45 у него, он инвалид-корасочник, он реально сам работал в Уфсине, и на сегодняшний день заперт в четырех стенах, поскольку на его коляске сейчас нереально с четвертого этажа попасть на первое. Но это не единичный, по сожалению, случай. Это не единичный случай, это вот тот, кто к нам обратился реально. Он обращался к какому-то частнопрактикующему юристу, он ему дело в суде проиграл, ставил вопросы о предоставлении ему другого жилого помещения, с учетом того, что у него еще есть дополнительное заболевание, по которому ему положена отдельная комната для проживания. Потом мы взяли это под свой контроль. Девочки у меня со Спаской 8 этим вопросом занялись, сходили в апелляцию. Это адвокат у меня, там офис, один из офисов адвокатов. Вот Карманова Анжелика Николаевна, это у нас человек безотказный, который принимает всех, даже если под действие закона федерального и нашего Кировского не подпадает и бесплатная помощь, она практически всем оказывает эту бесплатную помощь. В общем-то, они сходили в процесс, они этот процесс выиграли, то есть в апелляции. То есть эти дела возможно выигрывать? Возможно, конечно, это я не скажу, что это просто, но там реальная ситуация была, когда можно было исправить. Там был акт обследования жилищных условий, который проведен, был городской администрацией, которые сами дали заключение, что он нуждается. А частно практикующий не дождался этого заключения, в общем-то, для суда его не предоставил вовремя. Там надо было только отложить судебное заседание, а предстоять потом этот акт. Вот поэтому в апелляции это так был представлен, сейчас решение вынесено в ее пользу. И мы, когда в последний раз собирали губернатор комиссию по делам инвалидов, мы этот вопрос подняли еще раз, с администрацией города проговорили в плане того, насколько это решение будет исполнено. Потому что одно дело получить, это решение, а в конечном итоге сколько у них там на учете. Вот представитель городской администрации, в общем-то, себе на заметочку взяла, поэтому я думаю, что вопрос на контроле, и реально он что-то получит у нас. Тогда немного назад вернемся к нашему разговору о объявлениях, которые КТК все же развесили по поводу того, что дом не готов к вхождению в отопительный сезон. Вот с точки зрения вас как раз как юриста, насколько эти действия КТК законны, обоснованы? Ну это, во-первых, незаконно, необоснованно, и не надо людей пугать и вводить в заблуждение, потому что у нас такая же страна цивилизованная, как все остальные, у нас есть суд такой же, как и в других странах, который во всем разбирается, и они прекрасно понимают, что КТК работает своя, думаю даже, да, не один юрист, а целая юрслужба, они прекрасно понимают, каким образом взыскиваются долги. Просто они день-два спустя пояснили, что делали расчет на то, что люди сами пойдут разбираться в управляющей своей компании, увидев эти объявления, но цепочка-то у нас какая получается? То есть люди платят в управляющей компании, причем в КТК сами признают, что большая часть долга лежит на управляющей компании, не на абонентах. Люди платят, управляющая компания не платит КТК. Кто в итоге-то должен с этим разбираться? Этот вопрос, в общем-то, возникает неоднократно, о том, что абонентская оплата вносится исправно всеми жителями определенной управляющей компании, не перечисляет своевременно или копит долг. Здесь вопрос, в общем-то, это тоже судебное взыскание, это тоже бесспорное взыскание, потому что КТК предоставляет сведения, сколько фактически подано тепла, на этом основании с управляющей компанией будет взыскиваться долг. И это все прекрасно понимают, но это просто процедура-то ведь длительная, проще там людей взбудоражить, тормошить, да, что они побегут, и там где-то кто-то может быть без суда, вдруг зашевелиться. Хотя, в принципе, это не вина абонентов. Чаще всего, все-таки, особенно пенсионеры, насколько я знаю, они ведь в первую очередь платежи эти платят, а потом же свои деньги тратят на все остальные нужды. И говорить о том, что у нас проблема не платежей со стороны абонента, а особенно физических лиц, я вот думаю, что нет. Это, в общем-то, добросовестность управляющих компаний, насколько они собирают, и насколько они вовремя перечисляют. Просто получается, что с одной стороны, вроде бы, можно расценить это, как безобидное объявление с целью того, чтобы люди пошли и попытались разобраться. С другой стороны, я представляю тот объем обращений, который посыпался в администрацию города, в профильные учреждения, то есть это же все равно, это все люди. Конечно, это резонанс такой. Это рабочее время, то есть они там проводят это время, отвечая на эти... То есть, КТК-то это может чем-нибудь грозить, вот эти объявления, которые... Ну, к сожалению, вот оно так и получается, что это безобидное объявление, потому что реально на это объявление никто никак не среагирует, чтобы там как-то наказали, что они так не должны поступать. Это чисто вот этические соображения и с этической точки зрения, можно сказать, что вы так не должны делать. Ну, просто накануне как раз было селекторное совещание по отопительному сезону, и Александр Акатьев, это исполняющий обязанности прокурора сейчас в области, он заявил, что они по этому поводу проведут какую-то проверку. Я, конечно, сомневаюсь, что они там тоже выявят это нарушение закона. Нет, но прокуратура, она обязана среагировать на любые нарушения закона, потому что, по большому счету, есть правовые основания для взыскания, если они у них есть, так вы взыскиваете, и не надо этих безобидных объявлений висеть. Есть правовые способы взыскания задолженности. Поэтому прокуратура однозначно проверку проведет, это их функция, надзор за законностью. Поэтому, если они что-то выявят в плане того, что злоупотребление какие-то со стороны управляющей компании, тогда, соответственно, будут какие-то меры реагирования. Ну, я надеюсь, да, что КТК больше не будет такие безобидные объявления развешивать. И мне бы хотелось еще под конец немного поговорить о работе Центра общественного контроля ЖКХ. Насколько я понимаю, накануне стартовала акция «Темные дворы». Люди могут позвонить по телефону Центра общественного контроля. Я, к сожалению, не записала номер телефона, возможно, он у вас есть. Да, да. И рассказать о проблемах с уличным освещением. Уже звонят люди? Да, эта акция у нас стартовала буквально вот 21 сентября с понедельника. И за этот период вот девочки мне дали информацию. Телефончик, я еще раз напомню, 38 14 77, по которому можно обращаться, поступило уже порядка 170 звонков за эти два дня. Ну, это вот до обеда даже. Это, по сути, полтора дня. То есть сейчас звонки эти продолжаются, принимаются. Поэтому за вот этот небольшой такой период вот такой результат. Я думаю, что, поскольку у нас фактически эта акция продлится до 12 октября, то я думаю, что звонков будет очень много. Звонки принимаются в рабочие дни с 9 до 15 по телефончику 38 14 77. А также можно выйти вот на сайт Центра общественного контроля и там ВКонтакте тоже оставить свои замечания, предложения. А что потом вы будете делать с этими предложениями? Эта акция у нас проводится впервые, поэтому, в общем-то, опыта какого-то таким образом, там, окей, результат у нас пока нет. Но, в принципе, потом будет обращение, естественно, к администрации города, потому что это ведь, будем так говорить, это не просто прихоть Центра общественного контроля, что нам так захотелось посмотреть, где у нас плохо освещен там в городе какой-то участок, там, или у дома, или у школы, или еще что-то. Это ведь связано, в общем-то, и с преступностью, и с безопасностью детей, потому что начался учебный год, и когда нет освещения, дети у нас темнеют, сейчас рано возвращаются, в общем-то, из школы, там, или с кружковой секции поздно, и идут по неосвещенной улице или аллее, это, в общем-то, тоже опасно для ребенка, в общем-то, и даже в плане нравственного он может бояться, чисто страх испытывать, да, физически, и в то же время, вот, и криминогенная обстановка, в общем-то, накаляется, когда есть такие условия, которые способствуют, по сути, совершению преступления. Ну, правильно ли я понимаю, что все равно вот все эти замечания, все жалобы, что где-то нет света, они будут направлены? Да, будет просто обобщаться потом, и вот где особо острые моменты, я думаю, что либо это, скорее всего, даже это не просто, наверное, будет обращение к администрации города, это, скорее всего, будет приглашение представителей администрации города в Центр общественного контроля, где мы сможем, в общем-то, диалоги, пообщаться и побеседовать, и поговорить о тех проблемах, которые есть, и как их разрешать. Будем тогда надеяться, что благодаря инициативе общественной палаты Киров станет немного светлее. В студии была Дарита Пузлива и мой гость, замсекретаря общественной палаты Кировской области, президент адвокатской палаты Кировской области Марина Копырина. До встречи. До свидания. Продолжение следует...